Привет, я Даня Поберечна, и моя первая работа была бета-тестер компьютерных игр. Это было, по-моему, в 16 или даже чуть меньше лет. Я каким-то... Короче, было так. Я начал ходить на скалолазание. Оказалось, что на одном скалодроме со мной. Чувак из компании, которая занимается разработкой моей любимой на тот момент игры. И мои друзья подтолкнули меня к тому, что... Да иди спроси, типа, вдруг ты будешь работать над игрой. Я такой, да я ничего не умею. Вот. Но в итоге я подошел, сказал, привет, слушай, я разбираюсь в играх. Вам нужен 16-летний чел? Типа, куда-нибудь. И он такой, да, у нас как раз выходит новая часть, нам нужны бета-тестеры. Меня приняли? Каким-то образом меня приняли, я договорился со своей мамой. Я помню, что мы приехали вместе, она ушла разговаривать с ним наедине. Я думал, господи, мам, только не испорьте все, пожалуйста. Я пытаюсь сделать вид, что я взрослый мужик, который нашел работу, за которым пришла говорить, мама, не обижайте его, он ребенок. Я видел это так, что она сидит и говорит, он очень маленький, иронимый, пожалуйста. В итоге, фантастическим стечением обстоятельств, меня какими-то, видимо, не очень легальными путями взяли 16-летнего на работу в офис. И каждый раз после школы я первым делом ехал в офис, садился и играл в игру, которая была крайне херово сделана на тот момент. И мы просто искали ошибки, нас научили пользоваться софтом. Мы искали всякие глупости, несостыковки и отправляли их разработчикам. А вечерами играли с ними по сети. Самое глупое, что было на этой работе, что меня повергло в шок, на одной из локаций в воздухе висел унитаз. Он просто висел в воздухе, и я заскринил это, прислал координаты в игре, прислал разработчикам, такой, йоу, толчок в небе, пофиксите. На следующий день я прихожу на работу, в статусе ошибки стоит, типа, исправлено. Я проверяю эту штуку, иду на то же место, унитаз все еще висит в воздухе. Я фоткаю, говорю, ребята, неисправлено, он все еще висит в воздухе. Отправляю эту ошибку, на следующий день прихожу на работу, статус исправлено. Смотрю, унитаз опущен чуть-чуть, но все еще торчит щель. Я говорю, чуваки, да что ж такое, унитаз все еще висит в воздухе. Отправил это разработчикам, на следующий день я прихожу, и на этой локации вместо туалета сделали склад с ящиками. Они не смогли справиться с унитазом, и просто завалили его предметами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok